здравствуйте вы знаете есть много таких историй которые на пересечении двух языков и просто они смешные только потому что один собеседник не понимает другого эти истории тяжело рассказать израильтянам которые не знают русского и тяжело даже сад русским которые не знают иврита я попробую представьте себе ульпан новые репатрианты изучают новый язык иврит и там среди учеников сидит дедушка который там просиживает штаны ему глубоко наплевать на то что происходит он ничего не понимает и вдруг посреди урока поднимает руку учительница от удивления что этот ученик не активно поднял руку она его спрашивают вызывает он достает шпаргалку и начинает оттуда читать там написано русскими буквами ивритский текст мура учительница они царих я должен ла лехет идти купат холю в поликлинику учиться удивилась и спрашивает когда мотай он берет сумку и уходит из класса это нарочно не придумаешь те же самые немножко похожие истории смотрите когда мне задают вопрос шева кафуль арба мне в голове нужно сначала шева перевести на русский семерка кафуль умножить арба четверка семьи четыре двадцать восемь и потом я двадцать восемь перевожу на иврит эстрим вешмон помните два разных языка это не только два разных групп понятий два разных философии на самом деле я подозреваю что когда апостолу павлу люди из какого-нибудь коринфа пишут письмо вот у нас вот такие то проблемы он это переводит на еврейский образ мышления решает эту задачу потом решение переводит на греческий пишет послание в новом завете и затем сейчас исследователи читают послание коринфяна из этого ответа не могут понять какие проблемы были у коринфян мы знаем что допустим хлебопреломление у некоторых людей кончалось под столом это вот такие все это там еще были сексуальные проблемы вот эти проблемы мы можем узнать из ответов которые дал павел но хорошо мы это знаем но решение задачки мы не знаем как он это делал давайте попробуем все-таки искать методы решения на на уровне еврейских понятий еврейских философии и вот для вот этих вот ну сначала все начинается с аксиома аксиома это утверждение которое не требует доказательств давайте стих начнем начнем узнать какая была первая заповедь первая заповедь не то что самая большая а в последовательности первую заповедь которую бог дал всему израиль он говорил что-то адаму он говорил что-то но и он говорил что-то моисею но через моисея для всего израиля была такая заповедь которая будет вечной первая заповедь мы ее читаем исход 12 глава 2 стих хорошо я ее просто прочитаю без комментариев месяцы да будет у вас начала месяцев первым да будет он у вас между месяцами года все понятно вот одном коротком стихе весь еврейский календарь календарь чтобы вы считали дни и считание дней да вот первый месяц вот этот и дальше начинается по счет что такое календарь это исчисление времени и так самый короткий отрезок времени который нужен для исчисления как единица это день первый раз слова день мы находим в книге бытие первая глава 5 стих и был вечер и было утро день 1 так нет я ошибся надо прочитать 5 стих и назвал бог свет днем и тьму ночь и был вечер и было утро день 1 я сказал первый да а логически там второй день назван вторым 3 3 4 4 а первый день назван один а что это может обозначать сразу даю комментарий комментарий такой до этого не было никаких понятий понятие день оно произошло из соединения двух разных понятий понятие утра и понятие вечер утра на иврите бокер если вы знаете иврит помните похожие слова мэвакер инспектор бекорет отдел технического контроля они там все это проверяют бекорет смысле критика проверка проверять бекур посещение я посещаю человека для того чтобы узнать ну как его состояние болеет он выздоровел нужны ему лекарства если у него продукты я это все проверяю и мне становится после проверки все понятно понятие бокер идет себе ясность ясность в понимании что мне все становится ясно после проверки мы посылаем инспектора инспектор говорит что уже что к чему и дает какие-то выводы а вот понятие эреф вечер леарвеф размешать смешение это состояние когда где-то чего-то неясно непонятный становится запутанным вечер вечер утро смешение и было смешение и стало все ясно вот это один день период один цикл смешение и ясность смешение ясность смешение ясность вот эта цикличность она показана в книге бытие первая первой главе и вот эти циклы они преследуют первую главу и отделяют один блок сотворения другого и так понятие йом день он соединяет две противоположности ну если хотите это принцип единства и борьбы противоположностей один из основных законов диалектики так такие он есть в библии то есть если у тебя есть какое-то понимание что другое она тоже возможно и нельзя его исключать дальше мы считаем дни 7 дней у нас неделя как будет неделя шавуа вы знаете что шавуа что вы знаете знаете что допустим бэр шева откуда происходит название бэр шевы бэр колодец шева в этом случае шева это не семерка слово 7 и слова клятва имеют одинаковые буквы в корне бэр шева это не 7 колодцев это колодец клятвы у нас есть праздник шавуа от который переводится как пятидесятница но шавуа от это да смысл когда проходят 7 недель 7 и 7 49 наступает 50 день но другой смысл шавуа от это клятва во множественном числе то есть как минимум две клятвы бог клянется я буду вашим богом евреи клянутся мы будем тебе послушны то все что ты нам скажешь мы выполним две клятвы знаете что в библии только из этого понимания есть буквальное понимание того что дарование тары произошло именно на праздник шавуа в тексте этого подтверждения нет но действительно мы празднуем дарование тары на 50 день в праздник шавуа от по традиции две клятвы насчет клятвы есть хорошее место книги экклезиаста знаете может мы его позже прочитаем давайте он сейчас расскажу одну историю правду клятву яков отец наш убегает в хоран убегает клавану от гнева своего брата и в двадцать восьмой главе двадцатом стихе он видит сон лестница якова и он дает богу обещание бог если ты мне приведешь в землю израил в мире то из всего что ты мне дашь я дам тебе десятую часть глава улавана происходит там женится у него рождаются дети он возвращается землю обитованную встречается свяка встречается с исавом и потом оказывается в земле один момент он не спешит выполнить свое обещание бог выполнил свое обещание он вернул иакова вернул с большим богатством но иаков не торопится принести то что он обещал обещал сделать дом божий вот из из того места где он поставил этот камень как на память чтобы найти это место он не торопится к этому месту выполнить свое обещание отдать свои десятины он поселился где-то на территории шхема и там происходят какие-то да что там происходит неприятная история там в 33 34 главе неприятная история которую скорее всего можно было бы избежать если бы иаков поторопился выполнить свое обещание давайте прочитаем теперь экклезиаст 5 глава не торопись языком твоим и сердце твое да не спешит произнести слово перед богом потому что бог на небе а ты на земле поэтому слова твои да будут немногие ибо как сновидения бывают при множестве забот так голос глупого познается при множестве слов когда даешь обет богу то немедли исполнить его немедли исполнить его потому что он не благоволит глупым что обещал исполни лучше тебе не обещать нежели обещать и не исполнить не дозволяю устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом божьим это ошибка здесь говорится о том что мы говорим своими устами бог это оценивает как клятву и он следит за тем как вы выполняете ваши слова до если эта система работает и в отрицательную сторону и в положительную сторону так лучше да есть такое учение учитесь говорить своими устами то что хорошо то что то что здраво то что создает а не разрушает неделя клятва дальше мы считаем месяц вы знаете красивое вот русское библейское слово написано новомесячие я не знаю откуда оно взялось но это на иврите это бы если это слово с русского перейти на иврит то это тавтология слова месяц и слова новый они звучат очень похоже месяц ходишь новый ходишь и да здесь есть духовное соединение и этим соединением отображает русский язык в слове новомесяч и новый месяц то есть месяц нас учит тому что есть что-то новое теперь новые допустим тот же самый новый завет это не есть что-то новое которое в нейлоновой упаковке только что привезено из китая или из японии новое это ну вот как новая луна луна уже была она просто сделала свой полный цикл и все начинается заново до начинаем где у нас мы книги экклезиаст перелеснем страницу экклезиаст первая глава 9 10 стихи что было то и будет что делалось то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем бывает нечто о чем говорят смотри вот это новое но это уже было в веках бывших прежде нас то есть месяц он говорит об обновлении об цикличности если есть какие-то старые истины которые мы знали они наверное не работают и повернуться круг повернется они для вас станут новыми в библейском значении значение обновленными бог говорит я творю все новое но иван увидел новую землю новые небеса новая земля не в значении он и сделал новой вот так вот пришла в посылки с другой галактики новое не тронуты значение обновленное древнее все прошло чему это нас учит я хочу вам прочитать из второго послания иоанна с 5 по 10 стихи в современном переводе он мне нравится в некоторых местах он сочнее второе иоанна 5 10 стихи и теперь я прошу тебя госпожа моя то что я пишу это не новая заповедь а то что мы уже получили изначально будем любить друг друга а любовь значит вот что жить по его заповедям это и есть та заповедь которую вы услышали изначально и по которой должны жить потому что в мир уже много пришло обманщиков они не признают что мессия и шуа пришел облеченный в плоть такой человек обманщик и антихрист смотрите за собой не погубить от того ради чего мы трудились но всякий но стремитесь получить свою плату сполна всякий кто настойчиво настолько продвинуть что уже не держится учение мессии тот без бога нам кажется что мы уже такие духовные продвинутые да здесь про таких и написано всякий кто настолько продвинуть что уже не держится учение мессии тот без бога мы никогда не узнаем что-то такое, что будет отрицать наш предыдущий опыт, которому нас Бог уже научил. Еврейское мировоззрение смотрит на развитие не прямой, гладкий, светлый путь, светлое будущее, а вращение не по кругу, а по спирали. Спираль, которая все время расширяется, и расширяясь мы узнаем что-то новое, но которое органично накладывается на то, что мы уже изучили. Сначала основы, затем, 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 что-то новое, оно уже строится на твердом основании, но это основание, оно не не опровергается, оно органично дополняет, показывает новые грани. И следующий цикл, как мы еще измеряем время после месяца, что больше месяца, год. Год на иврите шана. Шана происходит от слова зуб. Ну, давайте, попробуйте себе, у вас есть богатое воображение, как зуб соединяется изменяется с годом. Я тоже удивился. Значит, на самом деле, эта связь есть, и связь довольно логическая, надо внимательно посмотреть за зубами. так вот, в зубах берется та вещь, которая зубы постоянно повторяют одну и ту же траекторию. Нижняя челюсть все время движется, и зубы все время делают одну и ту же траекторию, возвращаются в одну и ту же точку, и делают это тех, кто говорит, у них больше и чаще. Итак, вот эта вот цикличность повторения, что зубы движутся по одной и той же линии, по одной и той же линии, все время одинаково. Значит, давайте возьмем буквальное значение, и русский язык хватается за это. Вот это вот слово зазубрить, на самом деле, это калька от евритского слова, на еврите слово во второзаконии, вот это молитва Шма Исраэль, помните, там написано, вот эти слова, которые я заповедую сегодня, внушай их детям твоим и ложасельствам, вот это слово внушай, вот это слово буквально в переводе надо зазубрить, то есть шананта, лешанен, то есть значит учи на Иисус, повторяй на Иисус, все время, говори эти слова, вот это слово внушай, говори постоянно и ложась, и вставая, и когда ты идешь дорогу, и сидя, и сидя у себя дома, вешананта, лебанеха. Что еще? Хорошо, вот эта поговорка в русском языке от зубов отскакивает. Что она говорит? Что человек эту фразу повторил не один десяток раз как минимум. Все время говорить одно и то же. Наше сердце, оно тяжелое, вернемся молитва вот эти слова надо положить на сердце для того, чтобы когда-нибудь оно в сердце попало. Как мы можем положить на сердце? Как? Все время повторять одну и ту же вещь, которую мы хотим, чтобы оно проникло в сердце. Мишна, это сборник поучений, Мишна, те вещи, которые нужно постоянно повторять. Возьмите Новый Завет, какое-то обетование, которое вам нужно, чтобы ваше сердце наконец-то в это поверило. Начните снова и снова его повторять, напоминать себе, просто произносить зубами, чтобы они двигались и повторяли, повторяли эти слова. Это практика, аксиома духовной практики. Ее нужно делать для того, чтобы вы, если вы хотите, чтобы эта истина отсюда из головы проникла внутрь вашего сердца, чтобы она там легла. На прощание я вам расскажу историю, что к Гауну из Вильна однажды пришел его одноклассник из Ешивы и говорит, слушай, вот ты помнишь, когда мы с тобой были детьми, учились в Ешиве, в Хедере, то мы не отличались друг от друга какими-нибудь талантами, способностями, мы с тобой были на одном уровне. Скажи, почему, вот как тебе удалось достичь вот такого вот величия, которое ты достиг? Гаун из Вильна его сказал, ты помнишь, как нас учили, что учить Мишну сто один раз ее повторять, это совсем не то, что повторять ее сто раз. Помнишь? Помнишь? Помнишь. И ты в это поверил? Он говорит, да. Гаун из Вильна сказал, я этому не поверю. Он это проверил. И поэтому стал головным жизненным. Давайте возьмем этот инструмент и будем ими пользоваться. Всего вам хорошего. Но решение задачки. Как он это делает? Он все-таки не знает. И это вырежет. Субтитры создавал DimaTorzok